Короче говоря, всем привет, мои дорогие любимые! Вы очень долго ждали, просили видео про мистические истории, видимо, вас их это так сильно интересует. Ну, я расскажу криповую ситуацию, необъяснимую лично для меня, из моей жизни. Я не призываю верить ни в какую мистику, там, и так далее. Я сама к этому очень плохо, на самом деле, отношусь, ко всяким, там, ритуалам. И стараюсь в это не верить, просто потому что, когда я сталкивалась с тем, вот, о чём я буду рассказывать, что я не могу объяснить, мне становится криповой, я всё-таки склоняюсь к тому, что этого нету, этого нету. Но тот факт, что такие вещи со мной происходили, остаются фактом. Короче говоря, первая история с моей прошлой квартирой. Я жила в этой квартире год, даже чуть побольше. В общем-то, что произошло? Да что же это такое? Милашка, от него пахнет молочком. Как от щеночка. Короче говоря, в то время я не занималась никакими гаданиями, там, второй и так далее. Это, кстати, такая будет ещё история, как я пришла к второй гаданиям. В общем, я поначалу жила, всё было нормально. Изначально, когда, ну, я переехала в эту квартиру, потому что мне нужна была срочно квартира. Я жила в Вивнам, это очень далеко от центра. То есть мне до центра надо было ехать 2-3 часа по пробкам. В Вивнам, почему я жила, это была моя первая квартира, мне нужно было её срочно купить, потому что... А вот по какой причине я резко на следующий же день съехала от родителей, я пока что не могу рассказать. Но это та же причина, по которой я плакала в предыдущем видео. Я очень бы не против об этом рассказать, но я повременю пока что. Если это продолжится, если это не перестанет, то, ну, я расскажу, что было. Не надо думать, что я плакала из-за мужика, из-за вещи, которая мне не подошла. Вы что, угораете, блядь? Всё, что мне не подходит, я швыряю в эту гардеробную и отвожу это в добрые вещи. И всё, я вообще не парюсь по поводу вещей. Я редко их сдаю куда-то обратно. И вот единственный раз был беджка, я сдала обратно джинсы, потому что мне было обидно, что они мне не подошли по размеру. А так, плакать из-за вещи, ну, вы кого-то меня не знаете. Самая больная для меня – это семья. Это единственное, чем меня можно задеть. Ни, там, этими вещами, ни моей фигурой, ни, там, какая я такая, не такая, нет. Меня можно задеть вот только с семьёй, и всё. И то меня может задеть только человек из моей семьи. Вот, почему я плакала, понятно? Значит, я жила на этой квартире. Мне изначально не понравилось освещение. Я, когда выбирала квартиру, я всегда искала освещение белое, светлое. Я не люблю жёлтый цвет. Жёлтый цвет – болезни. Мне прям вот ярко-жёлтый, как цыплёнок. Прикольно. Я вот на ногти хотела его сделать вместо вот этого зелёного. Мне сказали, что он, типа, плохо ложится на ногти. Золь. Короче говоря, ну, я думаю, пофиг. Типа, мне срочно нужна была квартира, переехать поближе. Вот я переехала. Это был самый классный вариант. Типа, вот я, значит, переехала, всё нормально. И что было дальше? Ну, типа, первая ночь вообще квартира вот сама по себе выглядит очень не очень. Вот она прям ужасная была. Какая-то дряхлая такая вот, очень старая. Супер старая. Мы, ну, я осталась ночевать на тот момент. Я сотрудничала с чуваком-поставком. И, типа, он остался у меня. Это был мой на тот момент друг, помимо этого. Вот, с которым мы работали. Он приехал в Москву. И вот мы, типа, с ним остались ночевать на моей новой квартире. Ещё факт интересный обо мне. Я ни разу не ночевала в новой квартире одна в первый день. У меня панический страх ночёвки одной. Ну, первый раз, по крайней мере. Короче говоря, ну, как панический я могу, но мне будет крипово. Я не усну, пока не будет светло. Вот. Потом я усну. В общем-то, значит, я... Ну, вот, мы ложимся спать. Какие-то шумы, какие-то шорохи. Но тогда я была с ним. Он уже отрубился, блин. И я, короче, думаю, ладно. Тебе кажется, этого не было. Тебе кажется. Вот это вот, знаете, такой вот стиль. И, значит, ну, он уезжает. Проходит месяца три-четыре. Я всё уже, ну, в институте поступила, учусь. Там рядом... Почему я ещё выбрала эту дряхлую квартиру? Это единственная нормальная квартира была по этому району, где я учусь. И, короче говоря, и там, типа, до института у меня было минут десять-восемь вот так идти. Ну, такси, соответственно, минуты три-четыре. Вот. Короче говоря, ну, нормально. Продуктовый там, типа, круглосуточно рядом. В общем, все условия. Криповая ситуация. Я возвращаюсь вечер. Либо что-то с прогулки. Либо с института. Начался какой-то, вот, знаете, резкий шум ванной. Я не обращала на него внимания, типа. И он был всегда, когда я приходила, этот шум ванной. Просто кто-то как будто вот так вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот так вот делал. Это не капля воды. Это прям вот кто-то как будто по раковине вот так стучал, типа. Ну, вот так. Это было крипово. И как только я спрашивала, есть тут кто, звук прекращался. Потом опять, через минуту-две. И это было крипово. Но я не обращала внимания. Проходит еще месяца-два. Это все продолжается. Я не обращала внимания. Думала, что может, это вода. Может, это там еще что-то, работа там. Ну, все-таки домик не новый. Стены там тонкие и так далее. Я села писать реферат в институт. Ну, не реферат, а как это я забыла. Дипломная дипломка. Не, не дипломная работа. Ну, короче, вот это раз в год то, что заставляют писать. Вот, по предметам. Я писала, сидела часа четыре, втыкала в комп. У меня вот это горела вот эта же лампа. И, собственно, я встаю. Я вообще не думала ни про какую мистику, ни про каких призраков, там, привидений. Вообще ни о чем не думала. Передо мной резко я встаю. То есть закрыла комп, выключил свет. Встаю, делаю вот буквально два шага. Резко это все происходит наяву. Останавливаюсь, передо мной стоит женщина. Вся белая. Знаете, по коже такие вот какие-то, как дырки. Как будто она, я не знаю, ну, я вижу, что это белое существо. Хотя горел свет вот так вот в коридоре. И все равно оно появилось. И я затвердела. Я не могла двигаться ни влево, ни вправо. Только головой могла пошевелить. Она просто стояла передо мной, ниже меня ростом. Вот так. И вот так вот с опущенной головой. Волосы на лице, как в звонке. Хотя я не смотрела этот фильм. И у нее вот были точки на руках. Как будто она, ну, юзала по молодости. Ну, и она не двигалась. И я спрашиваю, такая, что такое. Я испугалась, конечно, внутри у меня. Я могла пошевелить только головой. Я не знаю, как это связано. Но только после того, как я сказала, господи, пожалуйста, просто пропади. Пожалуйста, пропади. Потому что я не знаю, сколько это продолжалось. Конечно, для меня это было бесконечно долго. Я просто, я не могла пошевелиться. И видела ее. Я закрывала глаза, открывала. Она передо мной. Я поворачивалась направо, налево. Она все равно была передо мной. Я смотрела на свет, смотрела сюда. Я вижу ее перед собой. Я не могла пошевелиться. Она меня не трогала. Она просто вот так вот стояла. Волосы, да, на лице. И все. И в белом каком-то, типа, ночнушке платьице. Я не знаю, что это было. Она не шевелилась. Она ничего не делала. И как только я это сказала, она исчезла. Никто никуда не убежал. Ничего вообще не произошло. Я сказала, господи, исчезни, пожалуйста. Пожалуйста, исчезни. Когда я говорила, исчезни, исчезни, оно не исчезало. И только после того, как я сказала слово Господи, оно исчезло Поэтому я не знаю, стоит ли верить в Господа Бога Или, ну, я до сих пор в этом не уверена Но просто это произошло До этого я не смотрела никакие ужастики, никакие фильмы Я ещё раз говорю, пять часов я сидела и была сфокусирована на написании по уголовному праву, блин За этому заданию, короче Вот, потом я пошла сразу после неё на кухню попить чай Ну, я в шоке, пошла, типа, к свету, там, к окну И просто какая-то мужская тень вот так вот Не знаю, может, это уже было, типа, я отходила от этого Я это запомнила на всю жизнь Я запомнила, где она стояла Она стояла, вот вещи висели, вот она вот И это было всё при том, что был ещё свет горел в другой комнате Она мне ничего не сделала Я просто, я до сих пор помню, как она выглядит Как она стояла передо мной Это необъяснимая штука Но это никто, никого не было дома Я, блин, живу одна Никто потом не выходил, ничего не происходило Никто в шкафах у меня не прятался, блин, ничего не было Я стояла на кухне, наливала себе чай И вижу просто по стене, вот, ну, отходит же свет От кухни вот этого света в дверь И по стене просто так мужская какая-то силуэт прошёл Вот так вот смотрел, типа, на меня Просто силуэт, просто тень мужская И резко вот так вот она ушла, эта тень Хотя я вот так вот стояла с чаем в шоке просто И мне стало страшно в этот момент Дальше что происходило? После этого я не смотрела ни гадания никакие Я ничем этим вообще не увлекалась Мне было всё равно Мне было не до мистики У меня была учёба, дела и так далее Что дальше происходило? Дальше Крипово было тоже В общем, у меня начались сонные параличи Спустя где-то неделю, наверное Может, через пару дней Мне снится сон Но непростой паралич Что там кто-то на мне сидел, что-то мне делал В общем, снится мне сон, значит, вижу я Что я открываю глаза в комнате и чувствую спокойствие Короче, я очень беспокойно начала спать После того случая вот с этой женщиной, да Которую я увидела И я просыпалась посреди ночи Смотрела, что свет в коридоре горит И закрывала глаза, засыпала Ну, типа, меня это успокаивало, что свет включён И я спала дальше Но в этот раз я открыла глаза, проснулась И почувствовала спокойствие, что свет горит в коридоре И это было во сне И в этом же сне я поняла Что свет-то я выключала, когда спать ложилась То есть я сначала такая успокоилась Что, ой, свет горит так прекрасно Закрываю глаза спать во сне же И понимаю вот так резко открываю глаза Что я его не оставляла включённым А я уснула тогда под гузей его, короче Уснула ещё при свете в 9 вечера Напилась таблеток всяких Денормила, там этого Мелоксена Для улучшения состояния кожи Там, чтобы спать хорошо И уснула очень крепко Но это не те таблетки типа для сна Вы не думаете, что они какое-то воздействие на меня оказывают Это то, что в свободном доступе Они не могли вызвать у меня сонный параличи Моя тревога, скорее всего, могла его вызвать Но насколько это был криповый сон Я вот просто понимаю, что типа У меня вот сейчас, кстати Всегда есть осознание, где я нахожусь Что я во сне, что происходит Кто передо мной Я всегда знаю, что я во сне Я знаю, как остановиться Я не знаю, может я дошла до какого-то пика Я в каждом сне абсолютно знаю, что я сплю Я знаю, что я сплю Я там, конечно, ничего не строю Я живу там по сценарию, который я себе придумываю Но я знаю, что я сплю и знаю, как проснуться Это тоже интересный факт, кстати, обо мне В общем, я вижу тумбушскую тень Которую я видела в тот день Когда вот так вот стояла в шоке с чаем Она сначала идет от моей на тот момент кровати И выходит, получается, вот так вот по стенам, по шкафам И выходит туда, где свет О, Господи Потом он резко заходит в комнату Это был просто силуэт Я не видела ни лица, ничего Просто черная тень Какая-то мужская Он вот так вот ко мне подходит И вот так вот начинает передо мной вот так вот извиваться Вот так вот делает И в итоге Я от испуга накрываюсь типа одеялом резко Говорю, уйди В итоге Что-то меня накрывает И тащит за ноги И я не могу Выкарабкаться из-под одеяла И тащит меня за ноги Я ничего не могу сделать Даже сказать, ничего не могу У меня в этот момент Резко у меня зашивается рот Я чувствую Я не чувствую больно Я чувствую, как у меня рот вот так вот зашивается И типа меня тащат за ноги Я не могу пошевелиться То же самое состояние Когда я передо мной была Эта девушка К тому же Помимо паралича Не прекращались Вот эти шумы ванны Когда я приходила Это все не прекращалось Как-то раз я пришла домой И вот это вот тоже Продолжалось все, собственно А, еще был случай Короче, ко мне До вот этого момента Когда я уже картами заниматься начала Ко мне приехала на тот момент моя подруга Осталась ночевкой И, значит, она спит Это тоже необъяснимо Это было наяву Я лежала, значит, спала Она тоже спала Я проснулась Что-то, не знаю почему Мне снился странный сон Что к окну прибила Платочек Макара Или Варюши В детстве Которыми Мама их вытирала Не знаю, почему был этот сон Типа ветер Вот ко мне Именно к моему Вот этому балконному окну Рядом с которым я спала Прибила Типа этот платочек В общем Собственно Ну, я просыпаюсь Моя подруга спала И она Ну, я слышу Что меня кто-то вот так вот Зает Женя 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 К ней вот так Типа Вот так Мне смотрю Она спит Типа Она ничего не говорит Она спит Звук продолжается Я думала Ладно Мне кажется Думаю Ну, чё Наверное Столько уже Поехала После Ну, вот этого Случа С той женщиной Больше она не появлялась Ничего не было Я думала Ну, я с ума Я уже схожу Блин И короче говоря Значит Получается Ну, я ложусь Типа думала Ладно Сейчас я ещё посплю Этот звук продолжается Я говорю Хватит Ну, крикнула уже Потому что Ну, что-то Блин Что-то неладное Я знаю Что я здоровая Что у меня нет никаких расстройств Там Этих психологических Я абсолютно Ну, нормальный Трезвомыслящий человек И, значит Да прекрати Ну, прекрати Вот Короче говоря Взбивает меня В смысле И Моя подруга Вот эта Она резко переворачивается Сбока На спину И начинает Точно таким же Мужско-женским голосом Это не её голос Говорить вот так вот Женя Женя Это было Очень Крипово Я вам клянусь И моих подписчиков Никто не знал Что я там живу И если кто-то бы так За дверью говорил Ничего бы слышно не было И никого не было И никто не убегал И вообще Просто откуда-то Был этот звук Я её резко Разбудила Ну, она бы чё Типа Она во сне, что ли Среагировала И начала бы так говорить Короче Я начала плакать И бить её Будить Она проснулась Говорит Чего? Я говорю Зачем Ты Типа Это кричала Она говорит Я И она говорит Я спала Она реально Не прикалывалась Ничего Потому что Она и не знала Что вообще Со мной что-то было В этой квартире И за день до этого Мы с ней наоборот Обсуждали там Про родителей Тему Всё такое Ну, мы типа Не про сверхъестественное Вообще не говорили Вот Что было Ну и короче говоря В итоге Как я пришла к картам В очередной раз Мне уже надоело Что я сюда прихожу И эти звуки Эти шорохи Что-то падает Что-то двигается И так далее Я жила одна У меня не было животных На тот момент Ну и короче Я просто сажусь У меня были на тот момент Игральные карты Ещё Кстати Интересный факт На игральных картах Я себе предсказала Знакомство С очень популярным Блогером Зарубежным Мы с ним знакомы были Общались У нас что-то мутилось Но в итоге Просто перестали общаться Я его предсказала Причём Я гадала себе На завтра С кем я познакомилась И вышел Я загадала Там Такой знак Зодиака Такой Поимённо Или знаки Зодиака И загадала Просто я говорю Звезда Блогер Супер популярный И выпал он Я тогда так Рассмеялась И буквально Через Наверное Знаете Вот на следующий Нет Нет Вру Какой на следующий день Я гадала На этот же день Когда вот Ну типа Я гадала Я в этот же день Говорю с кем я познакомилась Я гадала Я гадала утром И спустя минут 15-20 Вот он мне написал Ну такой вот интересный факт Тоже из моей жизни Я тогда задумалась Типа Может я реально могу Что-то по картам Типа Делать Ну и короче говоря Я вот пришла тогда домой Опять шумы продолжались Я уже понимала Что я схожу с ума Просто Либо Ну мне это не кажется Просто Странный факт Когда я говорила Кто здесь Оно прекращалось Никаких мышей Крыс Быть не могло Ну что тараканы Что ли На звук реагируют Или что Они такие громкие Ну типа Самое интересное Когда я заходила Ничего вообще не было В ванной Ничего не падало Ничего не происходило Хотя звуки были Что что-то падало Я захожу Ничего не падает И так было постоянно Понимаете Один-два раза Еще ладно Ну может там Кто-то сверху У кого-то что-то упало Еще где-то Что-то Это блин Присходило Прям со мной Что было Значит Я испугалась У меня были Вот эти игральные карты Обыкновенные вообще Что я сделала Я начала задавать вопросы Я говорю Дух Если типа Ты тут есть То подай знак Он подал мне знак Начал шуметь опять Я переспросила Три раза Потому что Я хотела убедиться Что его нет Звуки были Всевозможные Что-то И падало И перемещалось И какой-то Вот Звук был Но это было Никак Ну я уже Отличала Я же блин Сколько там Жила в этой квартире Уже год И я отличала Когда там Что-то сверху Происходит Слева Справа А когда Блин В моей квартире Что-то Что-то могло Покатиться Упасть Даже Такое Было Вот Прям Как в фильмах Снимают Реальный Шарик Мог Покатиться У меня Были же Такие Кругленькие Такие Отбивать Их В пол Просто Он где-то Там лежал Убранный Резко Не знаю Решил Прокатиться По комнате Это было Очень крипово Короче говоря Все Я начала Плакать Потому что Я до последнего Ну не хотела Верить в это Не хотела Связываться С этим Как бы Я человек Знаете Ну я Отрицала Все это Дело Максимально И вообще Я Не ужастики Никакие Не смотрела Потому что Я очень впечатлительная И я не хочу Я их боюсь Сейчас Вот мне Гасан говорит Что если Ты будешь Типа смотреть Это То тебе Легче Станет Легче Не становится Честно Могу сказать Я так же Странный Звук Я думала Что этот звук От лампы А сейчас Он почему-то Без лампы На кухне Этот звук Что же Там Такое Всегда Происходит Ладно Короче Говоря Крепова Честно Крепова И об этом Говорить Мне тоже Не нравится В общем Я задавала Вопросы Но Я По картам Могла Тем более По игральным Только Красная Да Черная Нет Мы играли Да Нет Я выяснила Что это Женщина Та самая Которая Была Передо Мною Тогда Я уже Не знаю Верить В это Или Нет Но Просто Все Звуки Шорохи Это все Вот Было И знаете Когда Это все Вот Ну Я с ней Говорила Я так Плакала Вы бы знали У меня Такая Истерика Была Вообще Это ужас Я Вот Мне даже Сейчас Плакать Хочется Потому Что Я вспоминаю Насколько Это было Страшно Я Одна Это была Темнота Это очень Это дико Короче И когда Я вообще С этим Не связана Я вообще Это отрицала Всегда И этого Боюсь Ну типа Ты не можешь Это объяснить Потому что Это происходит Постоянно В особенности Я в это Это уже пакет В особенности Я в это поверила Когда Вот Женщина Вот это Увидела Вот Я разговаривала Ну С астрологами Всякими Одна Мне вообще Знаете Что я сказала Говорит Моли Бога О прощении Сиди Молись Пока Не устанешь Просто Сиди Говорит Молись Кланься Сиди В темноте Начерти Круг И молись Богу Я говорю Ты че Мать Я говорю Мне страшно Я в это не верю Я говорю Я хочу Чтобы ты мне сказала Что я себе Это придумала Просто Просто Я че-то там Надумала Я этого Не сделала Ничего Оно Само Знаете Как прошло Мама Сказала Сделать Обряд Типа На Изгнание Было Страшно Очень Страшно Было Но после Этого Она меня Больше Не беспокоила Ну просто Говоришь Типа Иди В другую Квартиру Там Делаешь Обряд И Больше Она меня реально Не беспокоила Больше Звуков Не было Странное Супадение Но больше Вообще Не беспокоило Мне жить Легче Стало Звуков Не было Блин Они реально Прекратились До этого Я маме Жаловалась Хватит Страдала Очень Давайте Я сразу Все В этом Видео Расскажу Чтобы Потом Об этом Не вспоминать Ничего Это Еще Одна История Получается У меня Была В детстве Кратко Расскажу Значит Мы Жили В загородном Доме Его Продали Очень Дешево Еще Моему Отчему Я спала Рядом С чердаком Это было Очень Тоже Ужасно Постоянно Были Шумы На чердаке И Меня Заставляли Спать Без света Насильно То есть Мне Выключали Вырубали Свет Говорили Спи Без света Было Очень Страшно Честно Я Может После Этого Момента Типа Начала Спать Еще Со Светом Потому Что Сейчас Я могу Себе Это Позволь Это В детстве Меня Заставляли Это Кстати Еще Один Факт Того Что Если Будете Заставлять Детей Они Не Престанут Бояться Мне Нужала Была Психологическая Помощь Поддержка Что Я Боялась Темноты Но Никак Не Добивание Меня Типа Ты Будешь Сильнее Если Ты Клин Клином Да Не Будет Так Я С Десять Редко Бывало В Одиннадцать В Час Я До Самого Утро Зимой Зимой Когда Солнышко Встает Вот Я Прям До Этого Времени Не Спала Маха Сутками Не Спать Всем Было Все Равно На Это Вот Ну И Собственно Что Могу Сказать Значит Я Сплю Было Утро Рассвет И Слышу Кто Кто Вот Так Вот Идет Звук Средний Типа Такой Вот Вот Такой Звук И Марсель Марсель Это Я Не Волнуйся Короче Говорю У меня Пес Паникер Вот Такие Шумы Но Не Как Человек Идет И Не Как Мыши Бегают У нас Мышки Были Маленькие Они Как Были Еще Цеплялись За Коврик И Звук Такой Был Это Был Средний Звук Как Будто В Дверь У У Тоже Как В Фильме Ужасов Я Ничего Не Вижу Что То Начинает Подниматься По Лестнице Я Слышу Но Ничего Не Вижу Я Не Вижу Чтоб Как То Деформировалось Да Там Почему Поднимается Хотя Были Шумы В Итоге Я Думаю Ладно Мне Наверное Показалось Сказника Открылось Закрываю Глаза Лежу Это Мне Было Лет 12 В Итоге Это Что То Начинает Копаться В Пакете В Каком То Я Говорю Кто Здесь Оно Останавливается Опять Копается Опять Спрашиваю Оно Останавливается Вот Также С Периодичностью Делает Останавливается Делает Останавливается В Итоге Я Психанула Собралась С мыслями Вот Я 20 Минут Ждала Когда Это Прекратится У 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 Открывается Оно Хлопает Ей И Еще Какая Дверь Открывается Оно И хлопает Я Не знала Что Это За Дверь Я Пошла К Родителям В Комнату Думала Они Надо Мно Издеваются Они Блин Дрыхнут И У У У У Передвигались И В Моей Комнате Свеча Не Зажигалась Нигде Не Было Окон Открытых Именно В Моей Комнате Не Свеча Не Зажигалась Точнее Ее Зажигали Она Резко Тухла Зажигали Она Гасла Прям Вот Резко Беру Другую Свечу Она Также Зажигается Тухнет И Так Было Совсем А Когда Мама Ее Уже Наконец Зажжет Еле Еле Кое Как Вот Так Вот Ходит По Комнате Я Никогда Не Видела Чтобы Свеча Сверкала Как Петарда Я Знаю Как Скриться Там Может Свеча Она Вот Так Как Камеру Включать Выключать 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 Бесконечно Она Прям Вскрилась Как будто Она Взорвется Сейчас Я Мама Говорила Нормально Все Оказывается Мне мама Просто Не хотела Говорить Жили Я говорю Мама Я Кого-то Не Знала Мне Наоборот Было Беспокойно Я Думала Что Я Как Это Шизанутая И Потому Что Я Одна Это Получается Видела А Никто Этого Не Видел Понимаете И Собственно Еще Криповой Ситуация Мы Сидели С Братом В этом Доме На Кухне Резко Вырубили Свет Родители Все Тети С Дядей Тоже Были В итоге Что Происходит Резко Что-то Падает Вот Мы Сидим За Барной Стойкой На Кухню Я Сижу Никита Сидит У Прохода В Зал Я Сижу С другой Стороны Барной Стойки Вот Проход В зал И Там Что-то Падает И Разбивается Да Так Что Было Слышно Как Что-то Сыпется И Откатывается Что-то Разбилось Как Посуда Бьется И Она Вот В разные Стороны Летит Вот Такой Звук Был Как Сейчас Помню В Итоге Он Ну Испугался Перелезает И Вот Из-за Меня Прячется И Меня Вперед Говорит Иди Посмотри Я Главная Сукуха Пошла Смотреть Со Свечой Вот Так Вот Захожу Потому Что Свет Не Работал И Это Фонариков Еще Не Принесли На Тот Момент Родители Только Увидели Что Ну Типа Свет Вырубили Пошли За Фонариками Оставили Свечку И Только Свечка Была Я Захожу В Комнату Не Поверите Мы Так И Не Нашли Что Разбилось Ни На Чердаке Это Звук Был Четко Из Комнаты Мы Так И Не Нашли Что Разбилось Я Честно В тот Момент Мы С Никитой Испугались И Убежали Мы Так И Не Нашли Что Это Было Я Четко Услышала Что Разбилось Была Коробка Какая Она Разбилась Все Содержимое И Сама Коробка Слышен Был Звук Как Она Падает Хотя Все Вещи Стояли Устойчиво Все Было И Мы Так И Не Нашли Что Разбилось Что Упало Тот День Никита Рассказывал Когда Мы Первый Раз Ночевали С Никитой Вместе Спали Он Говорит Жень Смотри Какой-то Свет Нереальный Типа На Кухне Я Говорю В смысле Ну Обычный Свет А Мне Никита Говорит Что Он Как Будто Как Небесный Как Лунный Типа Я Помню Что Свет Был Реально Какой-то Очень Странный Именно Он Освещал Настолько Хорошо Кухню Как Будто Вот Весь Потолок Это Сплошная Лампа С белыми Лампочками Хотя Там Была Одна Единственная Лампочка Желтая Такая Но Ночью Прям Очень Ярко Светило Что Ну Вот Как В комнату Проникал Свет Но Я Тогда Не Обратила На это Внимание И Уснула Вот И Как-то Так Постоянно Происходили Криповые Моменты Шумы Что Короче Очень Стремно Было В этом Доме Спать Я могу Сказать Честно Дом Очень Страшный Очень Стремный Очень Там Всякое Происходило Ужасное И вообще Страшно Было Там Находиться Дом Страданий Вот Прям Я Не любила Спать Никогда С родителями Я просто Боялась Спать Одна И приходила К ним Мне не нравится Когда меня Трогают Меня Обнимают Сколько Даже У меня Парней Было Я Никому Не Люблю Обниматься Мне Жарко Мне Душно Я могу Там Первую Недельку Отношений Потерпеть Потом Мне уже Не нравится Я Либо Буду Терпеть Потому Что Очень Люблю Человека Но Потом Меня Как Нибудь Это Прострелит Я Скажу Я Не Хочу Либо Не Знаю Либо Я Пошпехать Хочу И Жду Когда Там Это Агрегат Образумится Вот Короче Очень Это Вот Самые Такие Яркие Моменты Которые Я Помню Странный Момент Был На Квартире Когда Мы Жили Тоже Там Бабушки На Квартире Там Умер Дедушка В этой Квартире Мне Было Лет 12 13 Тоже Вот 14 Я Лежала На Диване А диван Получается Выходил Вот Как В Коридор Да Ну Типа Вот Двери Открыты Вот Здесь Коридор И диван Упирается Об Двери Как Было Я Ноги Вниз Свисали Да С диванчика Но Я Ноги Сами Не Вижу Потому Что Ну Они Где Дверь Короче Ну Их Я Не Вижу Я Всегда Слышала Странные Шумы В коридоре Бабушка Об этом Говорила Мне Было Очень Страшно Находиться В квартире Я Слышала Шумы Что Падало Что Что Происходило Как будто Спокойно В подъезд Это Первый Момент До Тринадцати Лет Ко Мне Сюда Прижала Бабушка С работы И Чтобы Завести Меня Просто В подъезд И Дома Я Брала Себе Тазик Куда Я Ходила В туалет Я Не Могла До Туалета Дойти Вот Он Туалет Настолько Мне Было Страшно Находиться В Квартире Брала Еду Воду Постоянно Что Кто-то Пыталась Открыть Дверь Я Вам Больше Скажу Я Закрыла Дверь На Ключ На Щеколду Она Вот Так Шевелилась Хотя Сквозняков Не Было Везде Окна Закрыты И Знаете Что Произошло Резко Она Перестала Шевелиться И Резко Дверь Вот Так Открылась Хотя Замок Был Но Замок Не Поворачивали Но Почему Дверь Открылась И Почему Замок Был Не Не На Замок Я Четко Помню Как Я Закрыла Еще Я Проверяла Что Дверь Закрыла И Это Все Произходило На Моих Глазах Так Вот Шумы Коридорные Я Их Очень Боялась Мне кажется Мне бабушка Сказала Что Я Кукукнутая Че Бояться И Кто-то Меня За Пяточку Я Четко Почувствовала Прикосновение Что Кто-то Меня Вот Так Пощекотал Я Тогда Подлетела Как Ошпаренная Я Вообще Была Увлечена Игрой Я Не Думала Ни О чем Цезарь Мой Кот На тот Момент Царь Тоже Ему Небесный Лежал Где-то Ну Рядом Со Мной И Вот Ну Это Все Происходило Цезарь Вот Так Вот Мог Залипать Куда Там Мне Было Очень Страшно Очень Страшно Вы Его Знали Когда я Об этом Говорила Вот Даже Ребятам Рассказывала Мы Сидели Вот У меня Здесь Недавно Буквально И Свет Просто Вот Этот Вот Заморгал Ну Было Тоже Крипово Может Скачки Напряжения Но Ну В этой Квартире Надеюсь Ничего Такого Страшного Не Будет Все Будет Хорошо Честно Надеюсь На Это Разные Сны У меня Были Могу Рассказать Как Ты Так Моя Хорошая Всех Любит Слу Всем Пока Пишите Свои Криповые Истории Слова 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 Продолжение следует...